на канал вот как раз троцкист интересуется николай а какие новости по поводу ваших дебатов они состоятся в ближайшее время или гопник сли из них слился николай до подписчик под ником троцкист вопрос очень актуальный мы его кстати в нашей закрытой телеге обсуждаем очень активно да там люди чуть чуть раньше чем все остальные и чуть более полно чем все остальные узнают и собственно в рамках вопросов ко мне мы эту тему очень периодически обсуждаем я высказывался и вам сейчас повторю на стаса и как просто через своего продюсера или помощника кто он ему владимир этого мужчину зовут значит они со мной связались и сказали что действительно они согласились на эти дебаты его помощник заявил что это будут это будет интервью он вот стас значит приглашает меня на интервью я говорю знаете мне этот формат состав не очень интересен меня интересуют вопросы которые мне хотелось бы задать потому что согласитесь все таки дискуссия возникла вокруг вот этих высказанных заочно обоюдно высказанных мнений друг друг по другу и мне тоже хотелось бы как мне кажется да попытаться хотя бы вывести человека на чистую воду да потому что что я вижу для меня как для коммунист конечно это мягко говоря неприемлемо по-хорошему от этого просто подташнивает я не рассчитываю на то что будет какой-то адекватный разговор но опять же да я смотрел вынужден был посмотреть вот за последние несколько лет первый раз вот так вот он посмотрел полностью видеоролик хотя нет я смотрел его интервью собчак а это вот было было интервью с на кацом с либералом и ну велся достаточно более-менее если будет хотя бы такая форма чтобы могли как-то друг другу что-то спросить и вы и высказаться я бы был бы рад но не надеюсь мне кажется все таки критика да и неудобные вопросы не позволит вести себя адекватно ну поживем увидим в общем в результат какой друзья помощник стаса сказал что будут эти дебаты это будет приблизительно в середине августа это будет на его интернет ресурсах если у нас будет возможность мы тоже выложим у себя почему нет вот и соответственно будет формат именно не вот такого интервью как предлагался изначально а будет формат какого-то взаимного диалога где и стас может высказать то что он думает и я смогу какие-то вопросы уточнить и это будет на его интернет ресурсах я так и не понял будет ли это на соловьев life или нет да но мы договорились в начале августа звонить поэтому я собственно собирался да как раз тоже эту информацию уточнить и вам естественно обо всем расскажу задавайте вопросы те кто в нашей закрытой слеге узнают самыми первыми об этом я рассчитываю все таки на то что это будет прямой эфир потому что тема монтажа эта тема такая себе достаточно подлая да в прямом эфире выложить вырезать что-то достаточно трудно но вроде как здесь у нас тоже будет как мне кажется как я надеюсь да все таки какой-то компромисс да потому что это адекватная просьба на в любом случае мы у себя тоже все это дело снимем и если вдруг даже будут какие-то на попытки что-то исказить будет вот такой вот как это альтернативный прямой значит такой формат где каждый может сможет убедиться если вдруг возникнут какие-то вопросы я думаю что на следующей неделе уже собственно у вас будет уже какой-то готовый готовый материал поэтому следите собственно за соцсетями мы эту новость обязательно бы вас слушай вообще имеет ли вот это смысл ты вот так вот мягко сказал да насчет того что ну вот мы обменялись мнениями ну как бы ты туда может быть какое-то мнение о нем и высказал а из того что не заслышал ли ты вот я-то слышал да что он тебя там и шизанутом называл и педофилом и наркоманом и все это чуть ли там вот ни в одном видео не вплоть до того что вот николай там чуть ли не от него там перекрывается и он ему единственный способ который он смог с тобой связаться это через телеграм-бота где вообще мы не ждем никаких сообщений но слушайте я удивлен был да насчет этой темы что он вот единственной возможности телеграм-бот хотя у нас соцсети очень распространены везде где только можно и российские и российские соцсети пиши не хочу да я понимаю что может быть мы не везде это там все можем увидеть но какое-то отдельное сообщение до нас бы точно дошло вот что касается телеграм-бота мы пересмотрели и ну не увидели да вот то что прямо специально посмотрели вот этот период когда стас заявлял да и не увидели таких сообщений я ни в коем случае не увеличаю во лжи я понимаю прекрасно что поток информации идет большой поэтому я допускаю какой-то минимальный погреш что действительно стас не смог связаться но тем не менее от него по телефону прям в режиме онлайн связался человек он смог соответственно найти контакты я думаю блогеры и каналы где стас выступал в том числе там есть какие-то каналы где и я в свое свое время или там свою очередь на тоже появляюсь мне кажется найти какие-то контакты вообще проблем нет если бы у меня было желание найти телефон станция как просто я уверен на сто процентов что я бы на 99 и 9 процентов что я бы это достаточно легко все сделано в любом случае мы объявили о том что блин ну стас вот не понравилось ему мое мнение по поводу его похода к собчаку он по этому поводу разразился какой-то яростной критикой мне товарищ рассказывал я честное слово не смотрел но я клянусь ленину я обязательно найду полчаса там 40 минут или час сколько там он это эти оскорбления выписывал обязательно посмотрю и все это лично значит послушаю все это лично да потому что конечно те претензии которые он высказывал пусть я заочно но я об этом на конечно же слышал мне хотелось все таки чтобы это было как то в глаза в глаза потому что ну найти из какие-то ну скажем так просто оскорбление здесь ну понятно да человек на эмоциях там это вопрос к воспитанию а эти вопросы которые касаются какой-то моей политической борьбы там идеологических каких-то просто способностей но мне кажется что нужна какая-то аргументация поэтому я очень очень рассчитываю что это будет это все будет обсуждаться тем не менее мы я это предложение озвучил что приглашаю на дебаты считаю что они должны быть организованы остаться в свою очередь нашел варианты связался да пусть заочно через человека но тем не менее это круто на мой взгляд это отлично надеюсь что дальше собственно все это будет также хотя бы не то что конструкция хотя бы адекватно но в любом случае посмотрим как я стал на следующей неделе все это дело должно состояться ну как я понимаю стас и адекватность это немножечко параллельные ну ладно раньше времени тогда может быть может быть ты будешь извиняться потом в одном из наших фиров и вы же блин коль я не ожидал что васильев можете так вести вот слушай действительно все вопросы ответил действительно понятно высказал свое мнение в отношении тебя там поставил тебя на место или там я не знаю google тебя загнал и что чуть не смог туда найти на элементарные вопросы вот я так сказал когда посмотрел первые две минуты собчак после этого меня вырвало и я перестал смотреть я не ожидал что он так может себя вести ну ладно ладно ну ладно важно